Друзья мои, результат моего вчерашнего труда. Я записывала ролик, консервировала камбало. Вот, пожалуйста, вот они баночки. Пока еще не убрала с кухни, сейчас уберу. 7 баночек уезжают в Москву. Сегодня с заказчиком договариваемся, как будем отправлять. Буду делать это впервые. Добрый день, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. И с вами я, Ирина Резвая. Уже день, время уже 10, поэтому надо заниматься делами. У меня, я вам показывала, сделаны консервы вчера. Сейчас все уберу, надо освободить полку. Уберу консервы, у меня мясо размораживается. Буду делать начинку для блинов. Бульон, естественно, пойдет на суп. Куда же его девать-то на суп? На добавление в начинку. Может быть, еще наполовину с водой сварю на нем рис, потому что бульон будет насыщенный. В общем, разберемся. И у меня целый таз мяса свинины. Освободила холодильник. Тоже замороженный. Хорошие кусочки. Буду делать тушенку. Потому что все равно не заказывают, конечно, большими партиями. Но идут заказы. Потом нужно заняться. Это сегодня у меня вот такой день. Но я же вчера сказала, что я распишу каждый день и чем я буду заниматься. И с вечера я мясо не вынула. Нет, чтобы позаботиться о сегодняшнем рабочем дне. Ну, сегодня полдня, значит, я отдохну. Как отдохну? Значит, я там пока пропылесошу, пока вытру пыль. Ну, в общем, вот такой у меня будет отдых. Чисто приборка. Друзья мои, я начала записывать ролик с хлебом. Пока у меня тесто стоит. Вернее, подходит. Я просто решила отдельно, чтобы долго не растягивать. Потому что первый ролик выгружу сейчас. И вот у меня тут тесто стоит мое. Посмотрим, что получится на этот раз, друзья. Сейчас хочу выпить кофе. Я с утра еще даже не завтракала. Вот выпила чашку кофе. Потом с другими делами. Хотела в духовку поставить тесто. Может быть, поставить его с включенной лампочкой. Сейчас ее перегрело немножко. Его же нельзя в духовку ставить. Сейчас немножко остынет. Включу лампочку. И быстрее, наверное, тесто подойдет. Обычно так ставят и так делают. Я пробовала. Также у меня подходили тесто на плюшки. Тогда надо было как-то очень быстро. И я так и сделала. Ну, в общем, ладно. Пусть пока лишний жар выходит. Включила на 30 градусов, а духовка быстро нагрелась. Выпью кофе. Надо, конечно, что-то перекусить. Чтобы заниматься делами, надо перекусить. Пока такого совсем голода не чувствую. Но все равно, чтобы не совсем. Кофе пью вторую чашку. Я просыпалась утром. Вернее, я проснулась вторая на утром. Катюша при мне с Тимулей уходит. Они уходят где-то в 7. Ну, может, минут 5-8. Коля собирался, я слышала, но не стала вставать. Легла поздно. Какая-то бессонница. Хоть и днем нисколько не отдохнула. Ну, что-то покоя не дает. Не знаю. Не сплю ночами. Надо... На даче вот столько гуляла. Все время на воздухе. И тоже сна нет. Кофе я пью только до обеда. Стараюсь выпить пару чашек. Иногда даже бывает 3 чашки. Если захочется, до 11 у меня. Ну, крайний случай. До 12. Кофе больше не пью. Надо зеленый чай снова попить. Он мне помогает самочувствию. Какие-то все смски приходят. Не отключаюсь. Сейчас отключу звук. Звук отключу, так не услышу звонка. Коля должен звонить. Что-то у них там сейчас по работе. Говорит, работы особо нет. Не знаю, что будет делать. Может, если попросит отпуск за свой счет, так поедет на дачу, если получится. Поедет на дачу за рыбой. Потому что рыбу заказываю. Вот заказывают, я не договорила. Семь баночек уже уедет в Москву. А те, кто, друзья мои, те, кто еще просил выслать, в Ярославль попросили выслать. Именно вот эти консервы рыбные. Сейчас я попробую сделать одну посылку на Москву. Какая транспортная компания. Сегодня разберемся, как отправить лучше. И уже буду остальным. Долго затягивать не буду. Так что, если кто-то еще не передумал, у меня номер в WhatsApp есть. Я, конечно, не планирую прямо там свою рыбу. Да, у меня не столько ее количества отправлять по всей России. Я бы с удовольствием. С удовольствием. Но мы пока только свой улов делаем. Если только начинать покупать. Потому что много сейчас, кто выходит в отпуска, кто едет на моря, кто эту камбалу продает. У нас много продается камбалы. И камбала продается нечищенная. Я вчера посмотрела нечищенная камбала. С хвостиками, естественно. С головами. 250 рублей у нас в онлайн рынке. Я поглядела. Где-то даже 200. Может быть помельче. Вот. Я не стану скрывать, что моя баночка вот этой вот рыбы. Вот моя баночка этой рыбы, друзья мои. Стоит. Продажная цена ее. 300 рублей. Так же, как и щука. Так же, как и другая рыба. Например, я делала щуку просто в масле. Я делала щуку с овощами. Я делала скумбрию. И, конечно же, чтобы на этом заработать, естественно, вообще, да, по идее, все это рассчитывается. Ну, я и рассчитывала, конечно же, брала ценник за... Ну, рассказываю секреты свои, да, ценник за сколько бы я ее купила, сколько я потратила на нее времени, чтобы ее обработать, да, чтобы ее сделать. Ну, сами понимаете. Поэтому вот такой ценник моей баночки комбалы. Скрывать нечего. Сейчас сфотографирую и ВКонтакте. Сделаю фото и цену, естественно. Мы вчера видели, как это все происходит, сколько выходит. Масса нет-то этой рыбы, да, 332, по-моему, грамма, 330 грамм, где-то, может, 335 грамм. Ну, вот так вот. Но рыба на самом деле вкусная. Да, еще пишите ударение, у вас, говорят, камбала. Ну, я так привыкла говорить. Я с этой рыбой познакомилась здесь, на севере. Так говорят у нас почему-то все рыбаки. Ну, большинство рыбаков. Возможно, кто-то произносит и правильно. Но допустимо ударение на последний слог. Я прочитала и специально прочитала, как ее правильно говорить. Сейчас много, да, ходит разных мнений. Мы раньше говорили, да, гренки их надо говорить, гренки. Ну, звонят или звонят. Я все время говорила, кто тебе звонит. Ну, в общем, по-разному люди говорят. И, в общем-то, не будем мы на этом и зацикливаться. Камбала и камбала, друзья мои. Так уж я говорю, я так привыкла. Вот такие вот дела. Хочу уже заняться блинами и хочу уже заняться тушенкой из свинины. Тоже есть заказы. И сегодня мы с Колей сходим за печенью. Хочу куриную печень купить и попробовать еще сделать паштет. Так, с завтраком туриста. Также вынут фарш у меня на завтрак туриста. Мне Ирина из Германии прислала хороший рецепт. И я хочу его попробовать, этот рецепт. Ну, вообще он, конечно же, похож на тот рецепт, как дается в книге Автоклава. Но там у нее весь процесс приготовления. И все показано, как это сделано. В общем, а, кстати, в книге Автоклаве там только рецепт, видео нет. Да, там нет видео. Если бы они сделали бы видео подробное, и сразу говорю, не надо меня посылать на другие каналы, где кто-то как делает. Я хочу сделать сама весь процесс, весь подробный процесс, как замешивается, как вымешивается правильно. И в этом мне вот Ирина как раз и помогла. Сделаю по ее рецепту. Вот такие вот дела, друзья мои. Так, что еще хочу я вам сегодня рассказать? Коля, если у меня уедет на дачу, уедет, если он уедет, если получится у него взять отпуск, то он, наверное, у меня уедет завтра. Еще нам надо съездить в Онегу по делам. В общем-то, будет, наверное, просить дней 10. Нет работы, друзья мои, сюда. Или они же сюда ремонтируют. Я не знаю, правда, они какого рода эти суда. Но точно не военные, грузовые, какие-то, может быть, рыболовные. Не знаю. Здесь частная фирма у нас есть на левом берегу в Затоне. Кто знает Архангелгородцы, знают, что район Затон, кажется, называется. Вот там есть такая фирма. Вот. И уедет. А я, наверное, на выходные, может быть, к нему поеду. Дождь, друзья мои. Погода просто ужасная. Утром был вообще ливень. Сейчас вот я смотрю на окно. Как обычно, с вами общаюсь. Передо мной окно. Где-то там вот есть просвет. Дождь вроде бы прекратился. Мне нужно съездить за формами для хлеба, если они еще есть у нас в магазинах. Все для кулинарии, где вот цветные красители пищевые продаются. Ну, в общем, и все-все-все. Вот хочу съездить в два магазина, два Макси, в Титан-Арену хочу съездить. Хочется все это вам показать, друзья. Вчера поступило просто прекрасное предложение, как я не могла додуматься. Написала мне женщина, что Ирина, сходите, покажите у нас Краснофлотский мост. Я все собиралась на остров Краснофлотский сходить погулять, показать, где мы снимали квартиру. Он маленький, там, в общем-то, показывать нечего. Ну, можно прогуляться по мосту. Так вот, этот мост у нас сделали ремонт, сделали подсветку красивую. И я вечерами, я, наверное, только когда с работы ездила, я видела два раза всего, обратила внимание, как раз вот только-только ее сделали, эту подсветку. Поэтому хочется сходить, но надо идти в вечернее время. И, конечно же, не хочется идти в дождь. Очень не хочется. Хочу хорошую погоду. Будет ли она еще? Ну, вот я говорю, вот смотрю на небо, там какой-то просвет есть. А ветра нет, ветер прекратился. Кирюша у меня звонит. Взял с собой зонт, говорит, мама, я зонт сломал, что-то там погнулось, отломалось. Ручка вообще отломалась. Как уж он, ветер, что ли, такой был, как он отломал эту ручку. Или выкинул его, или принесет обратно, может. А что его ремонтировать, если ручка сломана, не на скотч, ведь его привяжешь. Надо зонтик новый. Этому зонтику уже сколько лет. Он такой большой, такой объемный. У меня, кстати, есть зонты. Разные. Мне, знаете, дарили торговые представители, когда я работала. Я сейчас вам покажу. Ну, вот, дошел разговор. Конечно же, я сейчас вам покажу, какие у меня есть зонтики. Скажите, все бы зонтами на кухне размахивались, да? Ну, ничего страшного. Место для зонта у нас тут есть вот такой вот зонт. Зонт-трость у меня. Тоже подарили мне торговые представители, когда я работала. Вот сделали мне такой подарок. Вот видите, вот такой вот зонтик. Я люблю такие зонты. Но он тоже где-то уже погнулся. Вот здесь вот они слабенькие. Но я все время ходила с ним. Такой красненький, приятный. Смотрится, знаете, вот такие цвета яркие. Смотрится хорошо, когда на улице мрачно. Вот когда мрачно, очень даже здорово. Тем более трости, да? Они вот одно время вообще были модные, эти трости. Вот такой вот зонт у меня. Есть у меня еще самый любимый. Мой зонт вот такой вот зеленый. Смотрите. Ну, как выяснилось, теперь еще он любимый и у Тимули. Он его все таскает, этот зонт. Где он его нашел, не знаю. Он тоже, конечно, у меня уже, видите, вот немножечко отходит. Здесь надо привязать. Ниточка оторвалась. Вот такой вот зонтик. Мне нравится, что они такие, знаете, они объемные, они не маленькие. Вот такой вот зонт. Вот так вот я иду. Такая, да, иду. Не вдоль Чагабана, конечно. В такую мрачную погоду, как раз яркий цвет. Я помню, мне подруга подарила зонт. Ну, сейчас расскажу. Сейчас еще один зонтик вам покажу. Еще один. Но он неудобный. Тот зонтик вообще неудобный. Надо же, что-то я заговорила о зонтах. Я сейчас перезвоню. Перезвоню, перезвоню, да. Ну, давай. Так. А здесь у меня он в каком-то чехле. Господи, как бы его вынуть. Я его вообще, этот зонт вообще не ношу. Он, знаете, чего? Он, во-первых, он вот такой вот. Ну, его, конечно, можно. Почему бы и нет? Можно на ту же дачу, например, взять, да? Там выйти под зонтиком погулять. Он у меня, наверное, уже все. А, ну так ему все, капец. Он вылетел здесь. Уже вылетело что-то. А чего он мне даже не открывается? О, как. Чего он у меня висит, этот зонт? А сломан он, друзья мои? Все. Ой, не сломан. Он, знаете, чего? Он у меня вот вышел вот из этих вот штучек. Вышел. Я им вообще не пользовалась. Потому что он такой, знаете, как бы вам сказать. Представляете, все. А он не открывается. У-у-у. Ну, все, этому зонту. Коля придет вечером, посмотрит. Да где даже вот нету такой вот. Ну, как нету-то все есть. Ой, Ира. Вот здесь вот вылетела из... Вот такая штучка пластмассовая отпала. Где-то. А тоже жалко выкидывать-то, друзья мои. Я на дачу, наверное, его отрезу. Видите, он такой, как глубокий такой. Какое-то время, да. Вот я где-то видела, были модные эти зонтики. Вот здесь, видите, вылетела штучка. Можно приделать. Зонт хороший, выкидывать не буду. Вот видите, какой... Такой, как глубокий, как шапка. На дачу его увезу. Буду такая, по даче гулять, да. Я же там только гуляю, по даче-то. Вот так вот. Думаю, что такое, не могу нажать. Вот же он. Ой. Вот такой вот зонтик. А подруга мне давным-давно, уже давным-давно, друзья мои, сколько лет прошло, наверное, Кирюхе 14, ну, лет 11, наверное, назад. Да, у меня Катя участвовала в конкурсе в школе Мисс Осень. Моя сестра дала ей такое платье красивое. Мы не знали, что ей одеть. Все детские какие-то, юбочки, да, все какие-то, вот, кофточки. А тут все-таки нужно было платье. Мы еще снимали здесь квартиру рядышком, на Жосу. И сестра приехала и привезла ей платье. Да чего красивое. Красное такое, знаете, подол такими углами. А Катя, что она еще... Сестра-то у меня худенькая вообще такая она. Худенькая, невысокая. Не то, что я. Вот, и Катя была тогда еще подросток. Как ей было красиво. Конечно, Катя, оно было немножко длинным. И моя подруга ей дала зонт. Тоже приезжала, подарила мне зонтик. Красивый такой, объемный. И разные кленовые листочки. Желтые, алые, зеленые. Такой зонт. Это идешь... Он яркий, яркий. Особенно в такую погоду. И вот у меня Катя заняла на этом конкурсе в школе. Первое место. Представляете? Я так гордилась. Где-то фотографии даже есть. Я у Кати спрошу, есть ли, сохранились ли у нее фотографии. А у нас что тогда было? У нас, по-моему, был обычный фотоаппарат. Вот на телефоне, я не помню, на телефон ее фотографировали. Где-то есть эта фотография. Мисс Осень, друзья мои. Я специально сегодня посмотрю. Вот такие вот у меня зонтики. Ну, вот этот зонт увезу. Да, увезу. И пусть он у меня будет на даче. А вот этими двумя надо пользоваться. Зеленый беру частенько. А вот черный, который сломался, вот такой зонт. Я его тоже носила, но он такой мужской зонт. Вот серьезно. Он такой объемный. Черный зонт. Ух, красивый. Но он не трость, конечно же, не трость. У меня еще была одна трость с деревянной ручкой. Очень красивый. Ну, друзья мои, ну как обычно. Как обычно батарея. Вот, даже не договорила, по-моему, там, что... Буду монтировать, потом посмотрю. Был у меня зонтик с деревянной ручкой. Тоже такой длинная-длинная трость. Мужской был зонтик. Не помню, то ли при переезде мы его потеряли, то ли еще чего-то. Ну ладно, бог с ним. В общем-то, зонтики сейчас как раз самая тема. Друзья, у меня уже тесто. Вот я его поставила с включенной лампочкой. Тесто у меня подходит. Я буду продолжать записывать ролик, который я начала записывать рано утром. И сейчас я тоже прочитала комментарий от одной женщины, что... Комментарий был написан под роликом, где я делала комбалу. И под конец уже похвасталась, что я первый раз испекла хлеб. Комментарий был такого плана, что меньше себя хвали, а показывай, как ты замешиваешь, как вынимаешь из духовки, как режешь. И, в общем, тому подобное. Не понравился мне этот комментарий своим вот этим вот требовательным тоном. Показывай, показывай, режь и себя не хвали. Во-первых, я могу себя хвалить. Я очень много работаю. Я очень много занимаюсь продукцией, которая нравится людям. Почему бы мне себя не похвалить? Я не валяюсь целыми днями на диване и не брожу целыми днями по улице. Это первое. Это вот для вас, Вера Русанова, я сейчас говорю. Второе. Ролик у меня был про комбалу, про рыбу, про консервацию. И только под конец ролика я похвасталась тем, что первый раз в жизни я приготовила. Я приготовила этот хлеб. Первый раз он у меня не то, чтобы даже получился, а вот первый мой опыт. Это второе. И, в-третьих, Вера Русанова, больше вы мне не напишите. Я вас заблокировала и комментарий удалила. Да, вот я такая. Потому что мне не нравится, когда мне пишут таким требовательным тоном. Можно было бы как-то по-другому. Хоть вы и сделали приписку, вы там по-доброму. Как это так? Меньше себя хвали, меньше показывай. Как ты вот это делаешь, как то делаешь. Стараюсь, друзья мои, стараюсь показывать. Когда я что-то делаю, я стараюсь показывать. Но ролик был не об этом. Ролик был о рыбе. А вот это видео, девушка меня там попросила. И попросила, девушка, женщина, не знаю. Попросила, что Ирина, покажите, как вы это делаете подробно. С удовольствием. Даже если не получится. Я прямо при вас разрежу эту буханочку. И вы увидите, что получается из этого рецепта. С удовольствием. Ну все, друзья мои. Не буду я на такой плохой ноте с вами прощаться. Даже не буду прощаться. Потому что я буду продолжать записывать. Сейчас этот ролик выгружу. И буду продолжать записывать ролик с хлебом. И посмотрим, что у нас будет. Но мы его испечем. Мы ему дадим выстоять с этой буханочки. И только вечером я его разрежу. Но может быть день-нибудь, часиков 8, только будет к 9 следующий ролик. Вот такие вот дела. Проясняет на улице. Можно идти погулять. Можно идти по магазинам. Можно идти посмотреть формочки. Я все равно, конечно, хочу формочки. Ну такие вот, как под буханки. Мне еще Дана обещала рецепт батонов. Она давно уже печет батоны. Ну когда, конечно, у нее есть время. У нее тоже каналы. Сами знаете. Мы уже говорили об этом. Но ее семья, ее муж эти батоны обожает. Говорит, только так улетали. Так что еще у нее рецепт посмотрю. Мне присылают рецепты. Будем пробовать. Но не так часто. Не так часто. Потому что дел просто куча. Все, друзья мои. На этом я с вами прощаюсь. До вечера. Все. Всем пока.